Здравствуйте! Что это новая программа? Она начала свою работу с марта 2014 года. Это программа, результатом которой должно быть в целом в Российской Федерации реализовано и построено порядка 25 миллионов квадратных метров жилых площадей, из которых конечным итогом будет строительство 450-460 тысяч квартир, которые в дальнейшем должны быть реализованы по цене 30 тысяч квадратных метров для установленных категорий граждан, которые могут стать участниками этой программы. Кто может стать участником программы? Участником программы могут стать, как я сказал, установленные категории граждан. В данном случае эти категории должен установить субъект, в нашем случае правительство Архангельской области. Я думаю, примет за основу, как и рекомендована программа, это семьи, которые проживают в аварийном жилом фонде, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей. Это категории граждан, которые также попадают под действие программы, военнослужащие, вернее, участники боевых действий, работники культуры, здравоохранения, образования, работники оборонных предприятий, молодые семьи, которые имеют одного и более несовершеннолетних детей, и иные категории, которые имеют социальные льготы, но и в данном случае, наверное, продолжение работники оборонно-промышленных предприятий, которые также имеют право реализовать свои права в части приобретения этого жилья по цене 30 тысяч квадратных метров. В данном случае надо обратить внимание, что план по Архангельской области, по реализации этой программы у нас установлен в объеме 244-250 тысяч квадратных метров, которые должны быть построены к 2017 году. Но одна деталь. В данном случае при реализации этой программы нигде не предусмотрено бюджетное финансирование. То есть в данном случае к реализации программы должны быть привлечены застройщики, которые действительно планируют реализовывать жилье по цене 30 тысяч квадратных метров, но у которых будет иметься возможность получить компенсацию на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в данном случае строительство инженерных сетей, инженерной подготовки из расчета 4 тысячи рублей на квадратные метры. Все остальное должно быть реализовано самостоятельно. А что нужно сделать застройщикам, участникам программы, чтобы получить эти средства? В данном случае в первую очередь необходимо подготовить предложение в части участия в программе. Это земельные участки, которые смогут быть подготовленными и обеспечены проектами, в данном случае по развитию и строительству инженерной инфраструктуры до 31 декабря 2014 года. Это достаточно сложная задача в настоящее время, учитывая существующие проблемы, которые у нас есть с получением технических условий, с техническим присоединением всех вновь строящихся объектов и в данном случае жилья, которые необходимо реализовать по таким ценам. А что является сдерживающим фактором, препятствующим массовому строительству жилья эконом-класса? За прошедшие годы ничего не изменилось. Одним из основных критериев, которые дают основную составляющую формирования общей цены в нашем городе, это техническое присоединение к сетям инженерного обеспечения. Для того, чтобы все это можно было реализовывать, конечно, необходимо повеетапная комплексная реализация мероприятий, связанных с модернизацией коммунальной инфраструктуры в городе Арканинске. В данном случае это необходимо развитие, скажем так, достаточно многих программных мероприятий, которые было бы неплохо реализовывать через, допустим, областные целевые программы, которые позволили бы частично разгрузить затраты с участием средств областного бюджета, в данном случае, либо привлечение инвестиционных средств через утвержденные инвестпрограммы коммунальных предприятий, которые нас обеспечивают энергоресурсами на территории города. Так что достаточно много, в общем-то, способов, которые можно было бы использовать в данном случае, но пока что, если мы ведем диалог о городе, город Арканинск у нас очень часто, как-то в последнее время, стал исключаться из этих программ, я не знаю, с чем это связано, умышленно-неумышленно, из областных программ, в данном случае правительства Арканинской области. А чтобы попасть в программу, нужны готовые проекты, и что мешает их подготовить? Ну, в данном случае мы еще раз вернемся, да, стоимость технологического присоединения по каждому объекту, в данном случае, если мы речь ведем о жилье, она индивидуальна в текущем, как бы, статусе получается. Надо, наверное, все-таки, в первую очередь, сформировать тот перечень базовых программных мероприятий, которые касаются именно строительства жилья. В данном случае достаточно часто поднимаются вопросы о том, что город не желает, либо не планирует строить. Город планирует строить жилье, и в том числе мы формируем земельные участки, которые будут ориентированы именно на строительство жилья эконом-класса. В данном случае основные площадки, которые сейчас мы готовим, и в данном случае мэрия города Арканельска собирает согласование и собирает технические условия, это земельные участки, которые у нас в данном случае расположены в округе Майская горка, это шестой и седьмой микрорайон. В седьмом микрорайоне мы формируем земельные участки, которые позволят у нас реализовать выходную мощность и площадь жилья в объеме ориентировочно 36-38 тысяч квадратных метров. В шестом микрорайоне этот участок 26 гектаров, находящийся в муниципальной собственности, он позволяет вообще нам реализовать плановые показатели по строительству жилья в объеме 250 до 400 тысяч квадратных метров, но мы формируем из этого участка сейчас три участка перспективных, которые также нам дадут возможность реализовать порядка 36 до 45 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Но проблема остается одна, это в первую очередь неутвержденная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал». Отсутствие инвестиционной программы не позволяет «Водоканалу» нам выдавать технические условия в данном случае даже для формирования как раз этих земельных участков для цели реализации программы. Но и стоит сразу поставить зависимость. Отсутствует этих условий, нет проектов, нет проектов, нет в общем-то и тех объектов, о которых мы ведем речь. То есть тут надо учитывать все факторы, которые стоило бы все-таки совместить. И в данном случае за 30 тысяч квадратных метров построить жилье достаточно в настоящее время сложно. Это основные затраты, которые у нас собираются при реализации объектов строительства по жилому фонду, это все-таки затраты в том числе на инженерную подготовку территории, на образовании территории, отсыпка, элементы внешнего возможного благоустройства, связанного с той же транспортной доступностью к тем или иным территориям. И основной базовый как раз в общем-то нагрузочный весь вот этот пласт, это объем как раз связанный с развитием инженерной инфраструктуры, которую необходимо хотя бы базовую магистральную завести в те или иные территории. По шестому микрорайону и по седьмому это достаточно серьезная проблема, связанная с отсутствием технической возможности и выдачей технических условий именно по тех присоединению по водоснабжению. То есть у нас сейчас даже получается проблема какая? В отсутствии утвержденной инвестиционной программы. Это выдача и получение по каждому объекту практически индивидуального тарифа на присоединение того или иного объекта. Если бы мы все-таки вернулись к тем или иным программным мероприятиям, которые должны были и предусматривались в первоначальных редакциях МОК «Водоканал», которые были предложены на рассмотрение агентства по тарифам и ценам, все-таки вернуться назад и рассмотреть именно комплексные мероприятия, в данном случае строительство водовода, которые необходимо нам завести на седьмой микрорайон, и транзитом идти на шестой и вернуться на четвертый. Но эти мероприятия пока что у нас остаются так по сей день и не реализуемым, в общем-то, звеном в общей всей массе предложений водоканала, которые неоднократно предлагались правительству Арканинской области на рассмотрение. Ну и, соответственно, для того, чтобы дальше вести диалог, всем принципиально застройщикам интересен хотя бы в первую очередь вопрос о предварительных разумных затратах, связанных именно с подготовкой территории, в том числе по обеспечению инженерной инфраструктурой. Тем не менее, Архангельцы будут участвовать в программе «Жилье для российской семьи»? Обязательно. И в данном случае у нас согласован был в свое время земельный участок в Соломбале, Красной кузнице для строительства социального жилья. То есть там площадка, которая позволяет все-таки реализовать базовую мощность по площадям, которые должны быть реализованы именно по тому проекту. Это порядка 600 квартир, которые дают площадь 30, ориентировочно, 36 пока в проектном решении, тысяч квадратных метров. Это, в принципе, позволит получить компенсационные выплаты от Федерации по реализации именно инженерного обеспечения в объеме 144 миллионов рублей. Но проект пока что находится в части подготовки, реализации. То есть мы сможем увидеть это только в дальнейшем на практике. Но я надеюсь, что все-таки диалог, который стоило бы вести именно на уровне города и областной власти, это развитие программных мероприятий, которые необходимо действительно реализовать. И в рамках областных целевых программ, которые позволят городу вести подготовку территории, это развитие мероприятий через инвест-программы коммунальных предприятий. Ну и отсюда вывод. Если мы этого не сделаем, то мы так и будем находиться в той же ситуации, что, в общем-то, я бы поставил в обоснование, скажем так, своей позиции такую мотивировку, что пока что правительство Архангельской области является основным катализатором, который не позволяет строить нам дешевое жилье. И мы будем продолжать все так же строить жилье, которое в данном случае хотя бы взять в качестве примера 93 серия модернизированная, которая уже сейчас у нас продается по цене 60 тысяч за квадратный метр. А по всему остальному мы так и не сможем двигаться. Тут нужен все-таки диалог и компромисс какой-то. Однако проблемы инженерной инфраструктуры остаются актуальны для Архангельска. Ну... И на еще разочек откажется? Однако проблемы развития инженерной инфраструктуры остаются актуальны для Архангельска. Это одна из основных проблем, которая не позволяет нам активно развивать вопросы именно строительства и реальной реализации строительства жилья на территории города. То есть по тому, что мы можем в настоящее время строить, город Архангельск имеет достаточно большие обширные площадки, которые позволили бы нам реализовать, я сказал бы, колоссальные объемы жилья. Но в данном случае отсутствие возможности реализации всех этих мероприятий за счет средств муниципального бюджета не позволяет нам просто сконцентрировать все внимание только на этой проблеме. У нас достаточно ограниченные возможности, которые стоило бы все-таки подкрепить иными источниками финансирования. Как я ранее сказал, это областной бюджет, это средства, по крайней мере, которые будут предусмотрены коммунальными предприятиями при формировании инвест-программ. Соответственно, утверждение тарифов по тем или иным инвест-программам мы исходим из того, что все-таки все мероприятия проверяются также агентством по тарифам и ценам, принимаются и предлагаются не спорные. То есть они дают действительно фактическую возможность оценить реализацию тех или иных решений, которые позволят уже реализовать в данном случае и строительство жилья, и социальные объекты, которые у нас также находятся по некоторым территориям в нереализуемых, скажем так, пока состояниях. Ян Валерьевич, я благодарю вас за беседу. Я напомню, в студии программы «В центре внимания» был директор департамента градостроительства Архангельска Ян Кудряшов. А я, Ленганчарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.